Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Три дня жизни потеряны. Три отгола, одним махом, а? Зря ты так. Когда б ты еще посмотрела нашу глубинку? Никогда. Вот. Была бы счастлива. Зачем ты так говоришь? В этих небольших городах сохранился такой аромат прошлого. Я предпочитаю запахи настоящего. Средиземного моря, например. Поедем, поедем. Но дядь Костю надо было навестить. Все-таки юбилей у человека 70 лет. В 15 лет он тебя не видел ничего, уже в здоровье. Даже выглядит моложе своих лет. Да. Иногда общение действительно сокращает жизнь. Ты о чем? В чем? Я? Я просто пытался с тобой согласиться. Неудачно. Извини, буду стараться. Юморист. Добрый день. Ух. Хороший пандит. Спасибо. Ух. 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 Убирай чемоданы. Я эту штуку подниму. Куда? Наверх. А потом гонять меня будешь всю ночь что-нибудь взять. Аккуратно. Белье сырое. Ух. Ух. Еще неизвестно, кто попутчики. Ух. Ух. У нас с ними ехать только день или ночь. Просто надо было брать билеты в СВ. Аккуратно. У СВ не было билетов. У СВ всегда есть билеты. Просто не всем достается. Ух. Диалектично. Куда ты брал чемоданы? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты же сказал, братья чемодан на веру. Хорошо, у тебя есть своя голова на плечах? Я должна переодеться? Слушай, сейчас достану чемодан. Какой? Вот тот. Аккуратно. Аккуратно. Спасибо. Пожалуйста, переодевайся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Здрасте. А вы что, одна путешествуете? Нет, нас двое. А где же ваш спутник? Там, а я ушла. Как ты куда-то ушла? А где проводиться-то нашим? Наверное, билеты проверяют еще. Марусь, ну где ты была? Здрасте. А мы хотели уже вас идти искать. Горе ты мое. Я билеты предъявляла, смотрю, ее уже нет. 18-18. Да, здесь. Стучите. Я могу переодеться. Анечка, а это не я. Здрасте. Здрасте. А мой сосед ваш. Проходи. Ну, давайте, может, познакомимся. Виталий. Никита. Я знаю, кто вы. Я все ваши детективы прочитал. Понятно. Спасибо. Автограф-то дадите потом? Да, конечно. С удовольствием. Спасибо. Я была замужем, развелась. Слава богу, что развелась. Я считаю, что лучше самой воспитывать дочку, чем с таким мужем, который обманывает. Правда? Да, конечно. Марусь. А это что такое? Ну, что это? Начник, Марусь. А зачем? Чтобы ночью был свет, чтобы другим пассажирам он не мешал. Представь. Сама воспитательница работала в детском саду. Там что хорошо, дочка всегда присмотрена. Всегда на глазах. Удобно? Да, только копейки платят. Да я же не одна. У меня вот... Муж как сгинул. У меня все умный человек. Разве такого хоть копейки добьешься? Если сам по своей воле родной дочке не помогает. А вас как зовут? Меня Анна. А меня Никита. Маруська, не приставай. А решили с Марусьей в Москву рвануть? Все-таки столица. Неужели там воспитательницы не нужны? Не знаю. Не думаю, что в Москве масса вакансий в детских садах. Да? Да. Ну, не знаю. А вы чем занимаетесь? Я писатель, а Анна – бизнес-аналитик. А-а-а. А ну, если просто не в детских садах, а, допустим, просто вот с детьми сидеть? Как? У вас книжки есть? Нет. Извините. Как ваши попутчики? Ничего. Ничего. Мне показалось, ваша жена не очень довольна. Попутчиков не выбирают. Покупаем. Да, пожалуйста. А сколько стоим? Семь минут. Покупайте, покупайте, пожалуйста. Покупайте. Ягодки. Пойдем узнаем. А по чём? Никита, пора обедать. Красная сморозенька. Берите, пожалуйста. На здоровье. На здоровье. Спасибо. Всего доброго. Уворачивайся на бок и смотри. Не буду спать. Маруся. Не буду спать. Тише. Анна, вы меня простите. Вы не могли бы мне уступить свою нижнюю полку? За Маруська посмотреть надо. Да-да, конечно. Да, правда, спасибо вам большое. Первый раз в поезде. Проснётся, а меня нет. Да, я поняла, конечно. Не буду. Так, тише. Успокойся. Нет, не буду. Простите, пожалуйста. Такое удобство мы причинили. А то он начнёт кричать, понимаете? Нет, не буду. Не буду, не буду. Тише. Я печенье, печенье, печенье хочу. Какое печенье? То печенье. Все спят уже давным-давно. То печенье я хочу. На. Всё? Я пить хочу. Ты же печенье хотела. А теперь я хочу пить. На. Всё? Каприсы закончились? Почитай мне книжку. Капка, я тебе книжку быстро сейчас же спать сказал. Ты что, городи? Да, не сиди. Сиди, Боже, не сто. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Как спалось? Спасибо. Спалось. Завтракать пора. Надо попросить проводника, чтобы чаю принес. Мы здесь завтракать не будем, спасибо. Да вы что, смотрите, как много всего у меня. Здесь на всех хватит. Большое спасибо. Зачем в ресторане деньги тратить, когда все не есть? Еще раз спасибо. Это ладно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ С ума сойду. Преувеличивай. Я преувеличиваю? Ты всю ночь храпела. Она то есть хочет, то пить, то еще что-то. Не ребенок, а кошмар какой-то. Вот-вот. Уж насколько я терпеливый человек. Ну что? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Приветствую. Можем нетерпения заканчиваться. Открывай. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Можешь ее где? Не знаю, в туалетную машину. Я наверх не полезу. В конце концов, это моя полка, имею право. Хорошо, хорошо, хорошо. А это что такое? Дай сюда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что? Дверь. Что? Дверь закрой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите, ради бога, мне пришлось сядь из поезда. У меня большие проблемы. Очень прошу и умоляю ничего не сообщать в полицию. Прекрасно. Подожди. Видно, вы люди порядочные. Позаботьтесь о Марусеньке. Я обязательно вас найду. заранее благодарны вам безмерно. Она нам безмерно благодарна. Нужно полицию вызывать. Каждый поезд сопровождает полиция. Подожди, не торопись. Чего ждать? Ты думаешь, она пошутила? Извините. ПОСМЕИ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я нет нигде. СТУК В ДВЕРЬ Все, вызывай полицию. Подожди, Аня, дай подумать. О чем думать? Вызывай полицию. А ребенка, как бы забираешь, органы этим... ОПЕКИ! Нет. Ни в коем случае. Хорошо, что делай. Я пока не знаю. У тебя когда-нибудь был на руках чужой четырехлетний ребенок? Ей пять. Какая разница? Доброе утро. А можно мне попить? Никит, что-то случилось? Не-не-не, все в порядке. А вы не видели проводиться? Не волнуйся, твоя мама обязательно за тобой приедет. А ты пока побудешь у нас. Хорошо. А мы скоро приедем? Скоро. А когда? Скоро. Я есть хочу. Огурец или помидор будешь? У-у-у. А яйцо? Фу, нет, не буду. Скоро сейчас. А что ты вообще ешь на завтрак? Сырники. А вот бутерброды тебя не устроят? У-у-у. Ну, может, в виде исключения? А когда приедем, тетя Аня тебе приготовит сырники. Ладно, тогда я согласна. Здравствуйте. Здравствуйте. Для отчетности билеты нужны? Нет, спасибо. А вашей соседке? Нет, тоже не надо. Давайте я у нее сама спешу. Она… У нее голова болит, она заснула. Давайте я ей отдам. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тут туда. Вперед, вперед, вперед. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На нем надо выйти через этот вагон, нам так ближе. И никого не касается, почему мы так пошли. Девочку, я тебе подам давай. Спасибо. Ой! Руку дай сюда. Сюда. Всего доброго. О, Анна, Никита! Слушайте, ребят, я вот что хотел… Что? А что происходит? А… Что? Что? А где ее мать? Я так и знала, что тем закончится. Привет! Так, Аня, вы идите, давайте, идите, я сейчас вас догоню, да? Пошли. Нет, я просто давно не видел ее маму. Тут с ней вообще все в порядке? Тут вы понимаете, какое дело у вас? Никита! Сейчас все объясню. Зачем ты ему все выложил? Что я мог сделать? А ты не мог что-нибудь придумать? Что я мог придумать, когда мы тайком выбираемся из вагона с чужим ребенком? Я тебе с самого начала говорила, что это авантюра. Просто нам не повезло, что мы его встретили. Да нет, просто я имела глупость пойти у тебя на поводу. Я какать хочу. Давай, давай, быстро, быстро, быстро. Сюда, сюда, сюда. Опа! Иди сюда. Ай, мальчик, ты вон? Да. Я тоже в нем буду жить. Да, я держу. Во всяком случае, пока. Аккуратно, держись. Сейчас. Нам нужно детское сиденье в туалет. Это раз. Я хочу. Так, шампунь детский. Тапочки. Подожди, дай. Ой, ужас какой. Тапочки. Фу, какие страшные. Тапочки. Что еще? Ты что делаешь? Пишу список, что тебе купить. Щетка зубная. Паста. Что еще? Щетка там есть? Нет, она страшная. Щетка. Никита! Никита! Да? Вот это список того, что нужно купить. Анечка, давай ты сама. Я что-нибудь не то куплю. Ты будешь ругаться. Держи. Нет, серьезно. Лучше с девочкой посереду. Никита! Я здесь хочу. Если что-то еще нужно, скажешь. Да не едят то, что и взрослый. Только соль мне надо, перец, ну, пряности. Угу. Жирное, жареное, копченое, тоже исключаю. А ты говоришь тоже, что взрослый. Ну, с ограничением. Ну, понятно. А на завтрак? Проще всего кашу. Кашу? Это хорошо, это я могу. Мира, идем-ка я тебя к бабушке отведу, будешь спать. Спать? Ну, конечно, после обеда. Маруся! Кто? Иди сюда. Сейчас будешь спать? Нет, не буду. Будешь. Не буду. Будешь? После обеда дети спят. Нет, не буду. Хотя ты еще не обедала. А я и супа налил. Садись, Маруся. Спасибо. А сестра твоего мужа, когда за ней приедет? Через неделю. Через две. Как обустроиться? Так. Ну? Что скажешь? А что? Ты вообще смотрел, что ты покупал, а? Да, конечно. Сколько Маруси лет? Пять. Вот это шесть месяцев. Тут вообще ни одной вещи на ее возраст. Тут либо для младенцев, либо для школьников. Да откуда же я знал? На каждой вещи написано, для какого она возраста. Энциклопедия школьника. Она смышленая девочка. Она да. Ты знаешь, критиковать легко. Я сейчас на тебя посмотрю. В смысле? Ребенку ужинать пора. Ну ешь. Ну вот. Почему? Невкусно. Ну почему невкусно? Вкусно? Давай. Фу, гадость. Почему гадость? А дядя Никита ест, смотри, как ему нравится. Вот. Вкусно? Ммм. Вкусно. Ну просто геркулес растворимый. Завтра поеду, куплю нормальный. Курочку куплю, молоко разливное. Отличная идея. Минуточку, а с ребенком кто останется? Ты. Аня, мне надо работать, книгу сдавать. И пойдете гулять. Дочка сестры, двоюродной. А куда она поехала? В Питер. Ей там работу хорошую предложили. Как же вы с непривычки справляетесь? Да как-то справляемся. Она девочка, в общем-то, такая хорошая, спокойная. Отдай теперь моя очередь. Это мой мяч. Так. Отдай теперь яблоко в него играть. Мама. Костя, дай Маруси поиграть, надо делать. У нас мой мяч, если ты такой жадный. Маруся. Отвали отсюда, теперь я здесь буду играть. Какая у вас девочка активная. Извините, Маруся, давай не безобразничай. Маруся. Маруся, ты что делаешь? Разве можно так драться? Что такое? Отвали отсюда! Перестань, извини. Что? Хорош мне доставать. Ну ничего себе, девочка у вас. Извините. Ты что такое вытворяешь, а? Аня. Привет. Ну как, погуляли? Хорошо. Маруся, поиграй так пока. Иди сюда. Она себя ведет, как портовый грузчик. Дерется, она ругается. Осторожно. Я теперь не знаю, как на дворе показываться, ты понимаешь? Где жена этого набралась? Я... Я не знаю. Мамаша, конечно, не хватает звезд с неба, но по крайней мере не... не... не ругается, как и в очах. Может, в садике? Так надо у нее выяснить, что это за детский садик такой. Не-не-не, ни в коем случае. Почему? Нельзя ребенка провоцировать на воспоминания матери. А мать... Может, она как раз ей такое воспитание и дала? Это отсюда такое знание, детский психолог? Мало ли что, ее мать нам наплела. Может, она вовсе никакая не воспитательница в детском саду, а простая нянечка? Да какая нет, воспитательница или няночка? Няночек тоже разные бывают. Ты что делаешь? Подожди, ну... Маруся! Маруся! Это мои документы. Очень хорошо. Молодец. Кстати, для ее возраста очень даже неплохо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Здрасте. А ты что делаешь? Пока ты не пришла, вообще-то я работал. А сейчас что, не работаешь? Ну, как видишь. Что? А кем ты работаешь? Книги пишу. Ты что делаешь тут? Подожди. Видишь, надпечатала мне здесь. А про что? Детективы. А что такое детективы? Это такие книги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет, ты где была? Привет. На работе. А что происходит? В смысле? Вы обедали? Да. Так почему она не спит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А что значит? А я не буду спать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ань, ты сама тоже не кричи. Защитник нашелся. Тебя не спросили. Я не защитник. Просто зачем шуметь на ребенка? Это ничего не дает. Она взрослый, разумный человек, и можно все спокойно объяснить. И она все поймет. Марусь, правда же? Не буду спать. Видел? Кричать – это не метод. У тебя есть другие методы? Пожалуйста, вперед. Укладывайтесь. Послушай меня. Тихо. Тихо. Маруся. Ну-ка, дай мне ножку. Одну. Давай тапок. Не в ходу, нет! Все дети днем должны… Спокойно. Спокойно. Дети должны… Прекрати. Дети должны днем спать. Тетяня совершенно права. Иди сюда. Отсюда! Отпусти! Как не стыдно. Ну-ка давай ложись. Ложись. Если ты не будешь спать, то… Если дети днем не спят, то они не вырастут. Ты же хочешь вырасти? Хочу! Вот. Тогда ложись. Ну-ка, укрывайся. Вот так. Укрывайся. Молодец! Закрывай глаза. Молодец. Все. Молодец. 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 Я сделаю. Присылайте. Если вдруг что. Угу. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Что? Что? Спит? Конечно. Любого человека можно убедить, только если на него не орать, а относиться к нему как к человеку. Ласково. Ласково. Нежно. Нежно. СМЕХ Господи. Так. Подруга. Все. Мне это надоело. Макаренко. Пойди сюда. Ой. Я, конечно, все понимаю. СМЕХ Иди сюда. А вот, Марусь, я не шучу. Видишь? Я правда не шучу. Иди сюда. Отпустите. Нет. Не пусть. Все. Тихо. Нет. Снимай тапки. Отпусти. Отпусти. Снимай тапки, я скажу. Ложись сюда. Ложись. И не вставай, пока я тебя не разрешу встать. Что здесь происходит? Он начало меня и ударил. Что? Что? Вот синяк. Этому синяку сто лет в обед. Я ее пальцем не тронул. Слушай, я тебе сейчас ремня дам на самом деле. Ну-ка не смей бить ребенка. Это не ребенок, а провокатор. А кто был за мягкие методы воспитания? Перестань. Я просто не знал, с кем я имею... Хорошо. Ты права. У меня завтра встреча в издательстве и презентация... Нет, нет, нет. Завтра у меня срочные отчеты фонда. Никита! Никита! Добрый день. Привет. А я вот тоже в издательство. Как у вас дела? Ничего потихоньку. Как девочка? Нормально. Как ее? Маруся. 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 Вы знаете, я бы с удовольствием с вами пообщался. У меня есть ваш телефон. Давайте созвонимся. Да, конечно. Хорошего дня. Взаимно. Зачем ты его пригласил? Ты не мог со мной посоветоваться, а? Имей в виду, меня не будет. У шефа встречи завтра важны. Неудобно было отказать? Сказал бы, что мы заняты, что мы, не знаю, уехали. Ну придумал бы что-нибудь. Аня, он бы понял, что я вру. Ты не забывай, он все знает про Маруся. С ним лучше дружить. А ты не забывай, кто решил, что мы должны ее забрать. Тебе с ней плохо? Нет. Она просто напоминание, что вы могли бы быть свои. Не переживай. Да ни в чем не виновата. Когда нет детей, кто-то один виноват в данном случае. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Привет. Это хозяйке. Ее нет. Ну, да. Спасибо. Это хозяину. Ой, благодарю. Проходите. Спасибо. Спасибо. Маруся, поздоровайте. Вы же знакомы. Привет. Здрасте. Ты поела? Угу. Что надо сказать? Дайте еще. Маруся. Спасибо. Пожалуйста. Молодец. Давай, забирай свои игрушки и к себе. Так. Чудесная девочка. Да уж, это правда. Вы садитесь. Да, спасибо. А как Анна с Марусей? Ты? Может, к ней так привыкли? Я понял. А куда делась ее мать, м? Непонятно. Написал ты записку в поезде, все, и как корову языку. И что вы собираетесь делать дальше? Мы как-то не думали. Ну, вы понимаете, Никита, что это не может продолжаться вечно. Пусть все будет так, как есть. А там посмотрим. Кофе? Да, не откажусь. Спасибо. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Марусь, у тебя такой беспорядок. Не, Марусь, так не пойдет. Надо убраться. Хорошо. Ну, давай ты сначала уберешься, а потом будешь дальше рисовать. Хорошо? Марусь. Потом берусь. Не потом, а сейчас. Нет, потом. Нет, Марусь, так не пойдет. Сначала надо убраться, а потом будешь спокойно рисовать. Давай убирайся. Не буду. Будешь? Нет. Что значит нет? Будешь сейчас убираться? Нет. Ты хочешь, чтобы тебя наказала? Уходи отсюда. Что? Дура! Что случилось? Что вы там шумели? Я так стараюсь. Я очень хочу, чтобы ей было у нас хорошо. Я вижу. Ну, кажется, я все для этого делаю. Ну, почему она со мной так разговаривает? Ваня, она ребенок. Она ведь даже не знает, что она делает. Да я ведь не заслужила. Конечно. Потерпи. Марусь, я хотел с тобой поговорить. Марусь. Маруся, ты ей знаешь, сколько тетя Аня для тебя делает? И готовит тебе, и стирает, и убирает все. Покупает тебе такие красивые платья, а ты ей так нагрубила. Марусь. Ты ее очень обидела. И она теперь там сидит и плачет. Нехорошо ты поступила, Марусь. Неправильно. Марусь. Не плачь. Прости меня, я тебя люблю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну все, вылезай. Маруська, ну все, давай вылезай, уже спать пора. Не хочу. Ну давай, уже спать надо. Не хочу. Надо. Я уже не могу, я вся мокрая. А ты залази в ванную. Ну еще чего. Давай, вылезай. Ну все, я тебя сейчас вытащу. Давай, вылезай. Эй! Ну все, сейчас Никиту позову. Никита! А вон Никита. Мы еще чуть-чуть покупали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уложила? Да, спит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты даже похудела, по-моему. Похудеешь что-то. Кричусь утра до вечера. А родственница ваша когда приедет? Скоро? Да нет, мне не в тягости. Привыкаю потихоньку. Потом, посмотри, она такая чудная. Видно, что племянница Никиты. В смысле? Похоже на него. Овал лица, глаза. Да? Только она ж темненькая кореглазая. Ну и что? Это же доминантный ген. Может, у неё мама темненькая. Сама посмотри. Овал лица, носик, разрез глаз. Маруся! Что? Не, ничего. Что-то я не замечала. Ну а что ты хочешь? Родственники. Ну да. Ну да. Привет. Привет. Хороший план. Что? Какой план? Их неожиданное появление в поезде. Их загадочное исчезновение. Не понял ты про что. И то, как ты настаивал, чтобы она осталась у нас. Ты про Маруську, что ли? И в чём же причина? В том, что она твоя дочь. Что? Я не смогла родить тебя ребёнка. Ты так решила эту проблему? Ань, ты что, свихнулась, что ли? Нет, дорогой, я не свихнулась. Я только понять не могу. А ты... А ты где её нашёл, а? Ты же вроде из Москвы нос не кажешь. Ань, перестань ты говорить эту ерунду. А, ну могла с одной была приехать, да, на заработки, например, да, стояла где-нибудь в ларьке. Вы там с ней познакомились, да? Замолчи ты! А что вы тут ругаетесь? Марусь, мы не ругаемся. Ругаемся, Марусь, ругаемся. Марусь, иди, пожалуй, к себе. Закрой дверь. А ты называй её просто доченька. Ты успокоишься или нет, а? Ну хватит. Сделаешь тест ДНК? Я сейчас тебе сделаю тест. Ну как страшно-то. Хватит, я сказ... Марусь! 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 Маруся, что случилось, милыш? Что случилось? Что такое? Марусь! Ну что? Марусь! Что случилось? Маруся! Марусь! Что случилось? Что случилось? Ты её обидел? Нет, конечно! Конечно. Тогда что стряслось? Ничего. Она решила, что Маруся мою дочь. Что? Вот ту самую. Сейчас закатил меня скандал. СМЕХ Это сильно. Сильно. Слушай, ну... Может быть, Марусью отдадите в органы опеки? Нет. Ну, слушай, криминальная же история. С матерью неизвестно что. А если вдруг? Ну не отмоешься же потом, а? Ну? Алло, Никит. Ты прав. Ты созрел быть отцом. Марусе нужен папа, а Левтине муж. Алло. 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 СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ложится, 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 ложится Тихо, 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 стой, стой Ну куда же ты? Что ж ты? Дай-ка я... Купи мороженое Пожалуйста Марусь, не куплю, у тебя не против А мы ей не скажем Ты предлагаешь ее обмануть? Меня обмануть, мы ей просто не скажем Так это тоже самое Она мне уже покупала Что, покупал мороженое? Угу Ну-ка смотри мне в глаза Ну-ка в глаза Ну что... Что, что, то! Вон у тебя в глазах-то вружки скачут ладно мороз я куплю только ты его не глотай сразу во рту грей хорошо а почему смородина 100 рублей дайте пожалуйста берите спасибо спасибо за покупку арма добрый день раз все виталий какими судьбами вы знаете совершенно случайно анна вы знаете мы с никитой недавно общались говорили о ситуации в вашей семье какой ситуации ну о том что маруся виталий вы простите но мы недостаточно близко с вами знакомы чтобы обсуждать то что происходит в моей семье да извините всего хорошего до свидания всего доброго что-нибудь хочешь нет а быстрее никак хорошо скорая сказать что приду через 40 минут что ты наделал ну надо выдавать врача зачем ты накормил ее мороженым она так просила ну мало что она просила просил с крыши прыгнуть а не дыши не дыши умница ничего страшного я не вижу горло не красное отек сыпи температура это признак обычной пищевой аллергии на что надо проверять на что угодно на рыбу на пыльцу на ягоды так у нее 38 это не страшно дети легче переносит температуру чем взрослые и что вообще без лекарств не лечить совсем лечить надо антигистаминные таблеточки теплое питье название препарата я оставлю но если сыпи температура не уйдет или повысится вызовите участкового врача и он назначит лечение слушайте а у вас свои дети есть есть двое так что она ела наела курочку вареную наела пюре детский творожок красная смородина о господи ягод в поезде тоже были ягоды ну и что мамаша не знает что у нее аллергия на ягоды может на себе купила ой кошмар антика аня иди поспи нормально я с парусикой посижу я посижу идти тебя надо отдохнуть то я в порядке спасибо но я же вижу я тебя еще завтра целый день впереди работа я отменял давай Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Есть хочешь? Хочу. А что тебе приготовить? Сосиску. Может, еще что-нибудь? Срадыльку. Ну, вообще, сосиски и срадыльки – это не самая хорошая еда, тем более для детей. А мне почему-то хочется сосиску. Ребенок хочет сосиску. Я слышала. Ты еще здесь? А кто у нас пойдет в магазин за сосиской? И срадылькой. Никита! Беги. Ты моя обезьянка. Привет. Как дела? А где Маруся? Спит? Спит. А что ты такой измученный? Что вы делали? Все. Что именно? Да все, мы с ней читали сказку про Чаполина. Ой, тебя так вымотало? Нет, подожди. Потом я рассказала историю своего детства. Потом она мне рассказала историю про какого-то Костю Дурыкина. Я так понял, это не человек, а исчадие ада. Ему пять с половиной, а он сломал ее куклу. Вот. Ужас какой. Какой ты нежный оказывается, а? Полчаса поговорил с ребенком, и все, сил нет, да? Знаешь, не надо. Я еще потом здесь катал ее на себе, мы с ней играли в лошадку. Потом я танцевал. Потом мы здесь рисовали. Ну, я танцевал. Еще раз. Танцевал. Танцевал? Ты танцевал? Я танцевал, да. Ты танцевал? Я танцевал. Ну, перестань меня переспрашивать. Нет, подожди, извини. Танцевал. Ой, ты как? Алло. Ой. Да. Да. Нормально, все хорошо. Ну, да, конечно. До свидания. Кто там? Алевтина. Какая Алевтина? Кто? Да, да, мать Марусь. Ах ты. Понятно. Ну, конечно. Когда-то эта стерва должна была вернуться. Я почему-то надеялась, что она не появится. Ты знаешь, я тоже. Что делать? А что она тебе сказала? Спросила, как у нас дела. Потом заявила, что хочет увидеть Марусь. Я, естественно, согласилась. А зачем? Ты ненормальный. Мать хочет увидеть ребенка. Мне ей что, сказать, что она не туда попала? Ну, да, конечно, я глупость сказал. Извини. Вот, чтобы ее... Что же делать-то, а? А может, сказать, что Маруся сбежала или что ее украли? Ну, чертья понесло. Ну, или мы можем все вместе переехать в другой город. Что, она тебе в бега теперь ударится, что ли? Аня, перестань. Ты подожди, успокойся. Успокойся. Ничего, ничего, ничего. Пускай приезжает. А знаешь, пускай приезжает. Посмотрим, что к чему. Как она вообще нас нашла? Осторожно. А пирожные? Какие пирожные вареньем обойдется? Еще кормить не... А что я такого сказал? Вкусное варенье, да? Ну, и ты идешь? Ну, может, ее встретишь, а? Нет, я за себя не ручаюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Марусь. Здравствуйте. Марусенька моя. Привет. Володка моя. Ну, как ты? Хорошо. Вроде бы, недавно тебя видела. Вон, как ты выросла. Так изменилась. Ты скучала по мне? Скучала. Я скучала. Очень-очень. Так, Алифтин, вы уж извините. Марусь, ты это самое. Пойди вот у прудика поиграй пока с рыбкой, ладно? Может быть, с чаем? С вареньем. Угу. Вы уж меня простите. Я вас так обременила. Просто все так быстро произошло, что... А как вы нас нашли? Ну, очень простого. Никита известный писатель. Так, а что произошло? Я вам сейчас все расскажу. У меня мама болела. Серьезно болела. Ага. Нужны были деньги на лекарства, там, в больнице. Вот. И я врезала в долги. Серьезные. Думала, в Москву приеду. Заработаю. Всем долги раздам. Ну, тут мама умерла. А тогда утром в поезде я человека встретила, которому больше всех должна была. Ну, и он... И он потребовал долг? Да. Так. Грозился полицией. Вообще даже страшно представить, что могло случиться. Я не за себя испугалась. За Маруську, конечно. Вот, написала вам записку, а сама вместе с ним сошла с поезда. И что дальше? Он потребовал продать квартиру. Нашу с мамой. Отдать ему долг. Ну, я и так всем долги раздала. Сама осталась без жилья, без денег. Так что даже сама в больницу попала. Из-за нервного истощения. Да. История. Ну, а после больницы вас-то сразу стала искать. Нашла, слава богу. Ну, а что вы дальше собираетесь делать? Ваня, приложу. Ну, как работу искать? Устраиваться как-то? Только вот по городу Маруську таскать за собой целый день. Я не знаю, как просить. Если бы вы еще несколько дней... Это вообще не вопрос, Левтин. Пожалуйста, сколько угодно. Правда. Спасибо вам большое. Слушайте, Левтин, а может, Маруся вообще у нас останется? У нас ей будет лучше. А мы вам поможем с работой. Деньгами поможем. Как это совсем? Ну... Вы бы хотите, чтобы я чужим людям своего ребенка оставил, какой за кого вы меня принимаете? Алифтин, вы уж извините. Никита хотел как лучше, но не обижайтесь. Знаете, я... Я завтра лучше заеду Маруську повидать. Я... Маруся! Марусенька! Что? Я к тебе завтра приеду, хорошо? Ага. Не будешь скучать? Нет, не буду. Вот, хорошо. Не беспокойся. Ну, иди играй. Осторожно. В общем, Левтин, вы не торопитесь, устраивайтесь. Мы подождем. Да. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Это надо было додуматься до такого, а? Ты с ума сошел? Никита! Ты не тонкий. Да? Ты про варенье? Я пирожных ей не предложил. Не прикидывайся, а? Это ж надо было додуматься до такого. Ну, кстати, она не выглядела такой уж прям шокированной, Ань. Ты тоже заметил? Ну, да. Она, конечно, поплакала. Ну, чтобы она была в ярости или, там, оскорблена в лучших чувствах, не? Вообще, конечно, она очень будет мудная. Ну, она ж должна понимать, что девочке с нами будет лучше. Если она что-то соображает, да. Спишь? А ты как думаешь? Я о чем больше думаю, да нет, она не согласится. У нее же кроме дочери никого нет. Ну, как она пойдет на такое? Разные бывают ситуации. Разные бывают люди. Мне кажется, что Марусь по ней совсем не скучает. Ну, я бы ни за что не согласилась. Речь не о тебе, а о ней. Ну, ведь она же мать. Заберет Марусь, и мы опять останемся одни. Не трави душу ни мне, ни себя. Ей просто надо смотреть на вещи реально. Я так и не привыкла. Аня, прекрати. Завтра придет Алевтина, мы с ней поговорим. А сейчас, пожалуйста, спи. Такая девочка чудесная. Аня! Все. Здравствуйте. Марусь, пойдем. Давай ручку. А Маруся? Маруська! Ай! Привет! Ну? Как ты? Как ты, хорошая моя? Хорошо. Гулять пойдем? Да, давай Аня с Никитой возьмем. Алевтик, мы вообще-то хотели с вами поговорить. А мы погуляем немножко, вернемся и поговорим. Ну, ненадолго. Пойдем, Марусь. Пока. Пока. Вот что могло случиться? Столько времени прошло. Идиотка, а не баба. Все парки обошел, все скверы, все детские площадки. Никто их не видел. Это надо, а? Отдали ребенка. А я все понять не могу. Вот как она могла не знать, что у ребенка аллергия на ягоды? Полицию звонить? Это же глупость какая-то. Что мы скажем? Пришла мать и забрала своего ребенка? Почему ты не сообразил взять у нее телефон? Ну, объясни мне. Знаешь что? Нас здесь двое, вообще-то говоря. Ты тоже не сообразила? Ну и что теперь делать? Звони в полицию, рассказывай все, как было. В конце концов, мы ничего противозаконного не делали. Помогли человеку. Потом они пропали вдвоем в чужом городе. Ну да, что угодно могло случиться. Я открою. Здравствуйте. Доставка. Распишитесь, пожалуйста. Это я вам с Марусей заказывал. Доставай. Доставай. Здравствуйте. Левтина, что вы делаете? А что? Ну, мы здесь с ума сходим. Вы понимаете, где вы, что вы? Я забыла вам вчера сказать. Я же комнату сняла. Вот с Маруськой ездили смотреть мое жилье. Там переночевали. Классно. А позвонить можно было, сказать об этом? Я просто не думала даже, что вы так волноваться будете. Все-таки Маруська присмотрена. А, ну да. Никит, вы не обижаетесь. Правда. Ну, так получилось. Подождите. Так, секундочку. Мы хотели с вами поговорить. Да, ну, мне бежать сейчас надо. Я, правда, опаздываю. Я завтра к вам приеду. Маруську уже насовсем заберу. Вот, завтра и поговорим. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас. Пожалуйста. Да, конечно. Как станет лучше, я позвоню. Спасибо. Я не могу. Я ее убью. С радостью помогу. Ты понимаешь, она не думала, что мы будем волноваться. Тихо. А что, если она уехала? Ее надо обустраиваться. А завтра она явится. Что будем делать? Зараза. О чем вы разговариваете? О работе. Полетели. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ха-ха-ха. Маруська. Ты теперь будешь жить в другом месте. Я знаю. Мы будем по тебе скучать. А ты? Я тоже. Я оба что-то не радуюсь. Ну ладно. Все, все. Хватит. Хватит ребенку жилу тянуть. И нам тоже. Иди ко мне. Пойдешь ко мне на руки? Да. Опа. Маруська, я по тебе буду скучать. Я тоже слышала. Отпусти меня. Отпусти. Пойдем уточек кормить. Давай. Да. Вот, видишь, дядя кормит. Дай. Да, да, да. Держи. Пойдем. Аккуратно. Давай, вставай. Вставай. На, теку, идти. И уточка. И тебе, и тебе. Попала. Давай спать. Не хочу спать. А Власки хотят? Давай мешку обнимай. Ложись не почем. Вот так. А я тебе колыбельную спою. Ночь наполнит лунным светом. Звезды лягут на ладонь. За окошком шепчет ветер. Засыпай, моя любовь. Нежностью моей согрета. И молю я небеса. Там за облаками где-то Счастье ждет и чудеса. Я рядом, мой ангел. Я нежно коснусь рукой. Я рядом, мой ангел. И сердце мое с тобой. Пока засыпаешь. Играет души струна. Ведь ты у меня одна. Одна. Мы тебе будем звонить. Хорошо. Маруська, ну что, поехали? Паташка, поехали. До свидания. Ну что трагедию устраивать? Адрес и номер телефона я вам оставила. В любой момент можете приехать. Да, конечно, мы обязательно позвоним. Обязательно. До свидания. Спасибо вам за все. Пойдем, пойдем. Пока. Я рядом, мой ангел. Я нежно коснусь рукой. Я рядом, мой ангел. И сердце мое с тобой. Пока засыпаешь. Играет души струна. Аня. Давай погулять сходим. Не хочу. Пообедаем где-нибудь? Я не хочу. Может, кино? Никит. Какое кино, а? Слушай, а давай знаешь что? Я ничего не хочу. Можно я договорю? Можно я договорю? Говори. Давай Маруську навезти. Точно. А Левтина же говорила, что мы можем прийти в любой момент. Вот мы и придем. И подарков нужно купить. Пирожных? Нет. Куклу. Конструктор. Куклу, конструктор. Ее медведя. Да. И для рисования все-таки, да? Пойдем гулять. Сейчас Аня с Никитой приедут. Мне надоело дома. Потерпи, Марусь. Ну, пойдем. Я сказала, потерпи. Не хочу терпеть. Хочу Кане и Никите. Если ты будешь так разговаривать, они Никита тебя не заберут. Ты останешься здесь, без игрушек и мультиков. Поняла? Они здесь живут, что ли? Адрес вроде этот. Кошмар какой-то. Фу, кошка меня несет. Не только. Может, что-то я перепутал? Ну, чтобы это выяснить, надо позвонить. Позвони. Что-то не работает, что ли? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ой, здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Маруська, смотри, кто приехал. Привет. Привет. Здравствуй. Привет. Привет. А мы тебе вон Мишку привезли. Вот еще подарки. Никит. Да, вот. Ой, ничего себе, столько подарков тебе, Марусь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вы присаживайтесь. Я чай сейчас сделаю. Нет, спасибо. Мы только что из дома. Спасибо. А давайте погуляем. Да, давайте лучше погуляем, да? Да. Да плоди игрушки и пойдем. Давай сюда. Алифин, пока они там играют, я хотел с вами тут такое... Мы тут много думали с Аней. Видите, какое дело. У нас Маруська провела не день, и не два. И мы к ней привязались. В общем, мы ее очень любим. Да, я заметила. Вы так заботились о ней, как родной. Спасибо вам большое. Ой, сейчас... Нет, вообще дело не в этом. Вы меня... Нет. Вот смотрите. У вас сейчас есть нюные обстоятельства, правильно? И с жильем, и с деньгами. Ну, так и есть. Но я ищу работу, и Маруське я садик на еду. Так что... Ну, это в будущем. Но когда конкретно вы сможете это хоть как-то решить? Неизвестно, правильно? Никита, ну что делать, жизнь такая. Надо барахтаться. Вот смотрите, мы с Аней хотели вам, ну... В общем, вы женщина молодая, у вас еще дети будут. У нас их нет и не будет. И... Алифтину, пожалуйста, передайте нам опеку, Нюна Маруське. А мы ее вам поможем материально. Ну, вы опять за свою. Вы понимаете, это дочка моя. Мы все понимаем. А вы подумайте про Марусью тоже. Понимаете, ведь мы сможем ей дать образование. Мы в любом случае сможем обеспечить ей такие условия, которых вы не сможете... Ну, извините, пожалуйста, не сможете обеспечить. Я могу удачно выйти замуж. Ну, ой, сын. Ну, да, я понимаю. Когда это будет? Николай, не двора. Вот именно. Вот именно. А тут... И вы с ней можете видеться хоть каждый день. И сколько? Вы хотите дать мне денег? Смотрите, тут надо вместе нам думать и решать, потому что, понятно, возможности наши не безграничны, но... Двести тысяч. Да это хоть... хоть час. Долларов. Посмотрите, вот тут... Ну, господин Алифтид, тут тоже, наверное, думаете, что в Москве, как сказать, у всех денег кур не клюют. Но это все-таки не так... Никит, вы известный писатель. У вас книги выходят по сто тысяч тиража. А у вас должны быть деньги. Деньги есть. Вопрос в том, сколько? Двести тысяч мне сейчас просто нет на руках. Нет? Так найдите. Иначе Марусь вы больше не увидите. Срок вам три дня. Иначе я расскажу, что вы ее похищали. А зачем? Вы же видите, мы... Вы так о ней и заботите. Вы же сами нас попросили об этом. И вы когда-нибудь записку написали... А записка сохранилась? Что? Даже если сохранилась. Я там такими буквами накорябала. Никто не поймет, кто написал. Уехали только что. Ну и? Ты видел, как он глаза вылупил, когда я ему сумму назвала. Ну, дальше, дальше. Ну, дальше все по программе. На руках нет денег. Дорого. Если им дорого, скажи, пускай идут лесом. Так и скажи, не цацкайся с ними. А кто с ними цацкается? Им дала три дня. Успеют? Успеют. Ребенка хотят, пусть крутятся. Не соскочат? Я хочу к вам. Я же ей мне сказала, что ты не моя мама. Ну, чего? Мне на нее запали. Сам говорил. Мне на и замку вернутся. А деньги найдут. Все равно давай ее перевезем ко мне за город. Ну, вдруг в ментуру позвонят. Ну, это же большие деньги, а? Да если я сделаю, как ты сказала, Никита меня заберет к себе. Дожди секунду. Выйди вон. Такой мамаши ребенка оставлять нельзя. Надо ее лишить родительских прав. Пока не за что. А что делать? Деньги собирать. Слушай, я чего звоню? У тебя денег не найдется взаймы? Денег? А сколько? Ты знаешь, много. Миллион рублей. Миллион? Слушай, ну это большая сумма. Надо подумать. Конечно, да. Подумай. Я тебе позвоню еще. Да? Миллион дать не смогу. Но половину дам. Короче. Ты позвони, когда деньги понадобятся. Я подвезу. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Да ладно. Зачем что-то, друзья? Это хорошо, что вы предложили. И хорошо, что она согласилась. Согласилась. Надо еще спеть деньги собрать. Кручусь вон день и ночь. А скинуть она отказалась? Ты бы глаза ее видел. Волчица. Да. Жаль, я не могу помочь вам с деньгами. Сын квартиру покупал. Все карманы вывернул. Перестань, друзья помогают, слава богу. Ну, это хорошо, если так. Ради такого дела не грех и помочь. Какого дела? Мы про Марусь никому ни слова. Мы квартиру покупаем. Квартиру? Ну, ты конспиратор. Ну, все равно, вы молодцы. Маруся замечательный ребенок. Ради нее стоит постараться. Короче говоря, я помогу, но беспокойся. Спасибо тебе. Слушай, а зачем тебе квартира? У тебя же дом такой прекрасный. Практически в черте города. Чего? Деньги зачем? Жор, я же тебе говорю, мы хотим квартиру. Никита, я таких фантажеров каждый день вижу, слушаю. Кого ты хочешь обмануть? Деньги тебе зачем? Что случилось? Не хотел я говорить раньше с вами. Ладно, слушай. Анюта, ты где? Я здесь. Как дела? Все отлично. Все согласились здесь помочь. Даже Жорка. Правда, пришлось ему все рассказать. А без этого никак нельзя было? Ты же знаешь, он душу вынет. Ну да, он может. Но ничего, это не важно. Все, главное, Маруська будет с нами. Что? Это чудесно. Не то слово. Чудесно, что у нас будет двое детей. В смысле? Мы деньги собрали. Всю сумму. До копейки. Вот и прекрасно. Когда вы Марусь привезете? Вечером. Да, Жор, привет. Удобно говорить? Угу. В общем, сделал я запрос по этой твоей якобы мамаши Олевтине. Почему якобы? Ну, потому что она профессиональная мошенница. Мошенница? Да. Своих детей у нее никогда не было. Подожди, я не понял. Марусь вообще не ее дочь? Нет, скорее всего, она была похищена из детского дома. А документы на нее фиктивны. Здравствуйте. Жор, так я Олевтине сейчас башку ее оторву. Никит, ты только не горячись, хорошо? Алло, Никит. Я тебе перезвоню. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Жора, Никита не отвечает и звонки. Знаю, я ему звонил. Мы его ищем. Уже установили, где его телефон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Виталик! Виталик! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Здрасте. А где Маруся? Мы уже вечером договорились встретиться. Ну да. Я говорю, Маруся где? А деньги где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, дорогу дай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Идиот! Он думал, я его не замечу. Дай что-нибудь, веревку дай. Помоги его привязать. Давай я сам. Давай, собирайся. Покрепче завяжи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну? Живой? И что ты добился, а? А ты и сволочь. А чем ты недоволен, а? Детям лучше жить в благополучных семьях, чем в детском доме? Ты знаешь, как тяжело пристроить взрослого ребенка, м? Что мы такого плохого сделали, а? Ну ты сам подумай. Вы хотели девочку. Мы хотели ее пристроить. Вы готовы были отдать деньги. Мы готовы были отдать ее. Мы же договорились. Нет. Тебе нужно было начать искать, вынюхивать, ковырять. Вот что ты сюда приперся, а? Где Маруся? Маруся где? В соседней комнате. Спит. Алифтин, да собралась? Хорошо, что вещи заранее сложила. Что с девкой будем делать? Берем с собой? Ну не оставлять же им. Объявят розыск. Примета будет. Ничего, нам главное из города выбраться. А там пускай ищут. Девка-то хорошая, мы ее пристроим. Это же деньги. Уходи. Помоги мне! Стойте! Ой, что? Куда торопитесь? Мне ехать надо. Хорошо, хорошо. Машину ее достойно. Мне ехать надо. Я верю, верю, верю. Руки за голову! Лежать! 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 Руки за голову! Лежать! Встать! Черт! Отпусти это свой! Ты как? Сейчас. Бери, где Марусь? Ты как? А где моя маленькая? Иди сюда. Все хорошо, Ив. Спасибо, Жон. Фух. Привет. 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 Ты как? Хорошо. Я знала, что ты меня найдёшь. Ну, конечно. Да мой папа-то... Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok